Человек, не получающий достаточно знания, он просто много со временем, мало того, что он не идет, он просто, ну, не то что деградирует, но можно сказать, что деградирует в какой-то степени. То есть он топчется на месте и зомбируется из-за этого. То есть если как только человек перестает совершенствоваться, в чем фишка, как только он новых знаний сам не получает, он в рабство себя загоняет просто-напросто. То есть тут система так работает. То есть раб он именно от того, что он не получает знаний, знаний достоверных на данный этап эволюции. И что касается он трясет, когда он говорит, что появляются трусы, страх, нет. Я бы сказал, что это не трусы, страх появляется. Появляется искажение реальности. То есть искаженная информация. Когда он не развивается, та информация, которую он получил, начинает искажаться. Что такое искажение? Это извращение. Вот то, что многие из вас тут могут назвать извращением по незнанию. Как раз это извращенное знание извращения. И вы многие нормальные вещи называете извращением. Потому что вы сами извращенцы. И отсюда от искажения информации. Вы все видите в искаженном свете. И вы принимаете это за реальность. Вот о чем я вам все время говорю. Он правильно говорит. Но только он не говорит, что это искаженность. Он, видишь, он тоже не все понимает просто-напросто. Он с другой стороны идет. А я вам говорю то, что вы многие вещи. Когда я рассказываю, вы там. О, как так? Ты извращенец. Как так можно? А потому что ценности главные нет. А главная ценность в любви. В любви и сознании единства. И свободе воли. Как Бог дал свободную волю. А вы свободную волю куда-то подпихиваете просто-напросто. И любовь куда-то у вас девается. Просто-напросто. И вот когда не совпадает свободная воля и любовь, тогда получается искажение. А свободная воля что такое? Это тоже получение знаний. Свободное получение знаний. Если вы их задерживаете, вы создаете любви помеху просто-напросто. У вас любовь сразу пропадает. Вот почему там у многих религиозных людей, они не дают знаний, современных знаний более космических нету. Только религиозные. И тут же все перекрывается. Все. Сразу теряется свободная воля. Человек религиозный, он теряет свободную волю. Все. Он в кабале находится, ну, в рамках, как раб находится. И тут же и любовь теряется. Поэтому свободная воля. И сказано, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иисус об этом знал. Потому что только вот в истине, в развитии самосовершенствования существует свобода. А иначе вы рабы. Просто-напросто. Если вы не получаете знания, вы рабы, вы теряете и любовь также. Религиозные люди навязывают, когда свои вещи какие-то, то есть свои понимания жизни, они тоже не понимают, что они, по сути, навязывают извращенные понятия, которые свободы лишают человека. А свобода, я же говорил, свобода, она в любви только может быть, с любовью вместе. А там они, когда ограничения делают, свобода, любовь теряется. То есть они, на самом деле, считая других извращенцами, агрессируют к ним. То есть любовь, она пропадает. А не потому, что нет понимания. Вот и вся фишка. Мы свободны, мы можем делать, что хотим, если в нас есть любовь. Абсолютно. Но не та любовь, то, что мы называем любовью, идеализируем какое-то понятие внешней любовью. Любовь, она внутренняя. Не по внешним понятиям любовь, а по внутренним понятиям любовь. Вот что нужно главное запомнить. Мы извращенцы, потому что внутреннее понятие нарушается любви. А многие живут по внешним понятиям любви, якобы. А для них любовь – это значит какие-то ограничения и поступки внешнего порядка показного. А там же в каждом поступке нужно различать эту любовь, найти ее, понять ее, увидеть ее там. Не каждый видит в разных поступках любовь. А Бог видит. Он не судит. И он дозволяет. А то, что постулаты даны, они даны для детей постулаты. Да, детям нельзя. Они тогда это еще не достигли, чтобы этим пользоваться. А взрослый может этим пользоваться. Для взрослого, соответственно, больше свободы. А вот детей не надо искушать, показывать им это, демонстрировать. А взрослый свободен. Кстати, знания приходят с доверием. Когда человек открыт к жизни, полностью открыт, он живет без предрассудков. Это как вот, как может в стакан налиться вода, если она уже заполнена стереотипами. Она не может, новая вода, если там грязная вода, хоть новую наливай, все равно она будет грязная вода. Потому что там, если грязная в стакане уже лежит, нужно вылить все вот эти стереотипы, вылить из чашки. И только тогда наливать чистую воду просто-напросто. Очистить чашку нужно, свое знание. И это происходит только с доверием к Богу, к жизни, с открытостью. То есть, почему говорят, по вере ваше да будет вам. То есть, насколько вы верите и верите, насколько широко вы верите. Если вы узко верите, значит, узкие знания у вас, соответственно. Вера, это понятие должно включать еще открытость к Богу, к восприятию. Если нету открытости восприятия и есть догма у человека, естественно, что он все равно ограничен в понимании. Поэтому понимание будет только у человека, который без предрассудков находится. Он чисто воспринимает мир. Бога воспринимает открыто и чисто. И сказано, что чистое сердце Бога узрят. Ну, там все же по-разному это понимают. Имеется в виду там чистое сердце с любовью, там, то да и сё. Ну, да, это все должно быть. Но, опять-таки, чистое сердце, там, еще имеется в виду, как это там говорится, там, нищие духом. Ну, что такое нищие духом? Которые открыты. Нищие духом – это вот открытые люди. Вот они воспринимают, как вот младенец воспринимает мир. Ему что ни скажи, он во все верит. У него нет предрассудков. Вот. Он и с любовью, и в то же время он нищий духом. Он жаждет познания. Вот когда вы так будете воспринимать, тогда еще как-то, может, будете понимать потихоньку.